Субботники Здесь, в сквере возле 106 дома по проспекту Стачек, вооружившись граблями, участники субботника уже с 9 утра активно убирают засохшую листву и мусор. Облик города – это наше с вами отношение к культуре, поэтому столько неравнодушных кировчан сегодня не остались дома. Активно получается совместить уборку территории с приятным досугом на свежем воздухе. Вы каждый день ходите по району, ездите в автобусе, в метро, видите в каком он состоянии. То есть то, что на виду, оно все чистое. А мы в основном обращали внимание на те углы, куда именно производятся несанкционированные свалки, где устраивают люди пикники и оставляют за собой, грубо говоря, бардак. Вот, собственно, на эти моменты мы обращали основное внимание. Таким образом, получилось привести в надлежащее состояние после зимы внутридворовые территории. Проезжие части, тротуары, парки, сады, водоемы. Канонерский остров приводили в порядок в течение недели. Стоит сказать, что работы по благоустройству и уборке района начали гораздо раньше. Сегодня уже завершающий этап. Как администрация информирует жителей района о предстоящих работах? Информирование жителей производилось, значит, от управляющих компаний в подъездах на информационных стендах, на сайтах управляющих компаний, на сайте администрации. И буквально за неделю до дня благоустройства мы вывесили еще обращение к жителям, что если они где-то что-то увидят, что мы не заметили, или, так сказать, то, что осталось без внимания, чтобы сообщали, мы сразу же принимали очень активно. Мы поинтересовались, какие задачи по уборке территории еще актуальны. У нас остро стоит вопрос по вывозу несанкционированного, ну не свалок, а грунтов от строителей. Это называется строительный отход. Грунт сам по себе чистый, но тем не менее он есть. В районе имеет место быть, скажем так, несанкционированный разгрузок грунтов. Ну, опять же говорю, подрядчик уже определенный, аукционный прав прошел. Сейчас заключается договор, и в течение двух недель мы вывезем все эти несанкционированные сбросы грунтов. Следующая точка на нашем маршруте – это сквер возле бывшего кинотеатра «Нарвский». Здесь в такой же степени активно проводятся работы. Всех участников субботника угощают чаем и пирогами. Музыка поднимает настроение и заставляет работать в полную силу. Принимает участие здесь администрация Мусынкировского района, различные отделы здравоохранения, культуры и социального обеспечения, центральная бухгалтерия, ну и применяет также частично муниципальное образование княжевого. То есть, мы совместно работаем. Часть техники в спектрансе было взято, погрузчик, значит, и это самое. Часть техники – это обеспечить садово-парково-хозяйство, так как все это находятся на их балансовом центре. Данная территория требовала особого внимания. В сквере много времени проводит молодежь. Не всегда соблюдается чистота. Сегодня общими силами получилось собрать мусор и листву. Насколько приятно любоваться результатом дружной работы. В сегодняшней программе мы не можем не рассказать о труде инициативной группы из детского сада номер 61. К субботнику подключились родители, дети, работники учреждения. Попросила педагогов организовать родителей. Написали хорошие стихи пригласительные, раздали их по группам. И вот народ прошел. Потому что это очень трудно. Можно покрасить что-нибудь, чтобы все красиво было. Можно что-нибудь интересным заняться. Нет, почти не серебряно. Если честно, я готова ответить. Под веселую музыку ребята убирают листву, красят заборы. Отцы с сыновьями выкорчевывают пни. Особой мотивации не требуется. Каждый заинтересован проживать и проводить время в красивом, чистом и цветущем районе. Завершить нашу программу хочется цитаты французского писателя, а точнее его героя, маленького принца. Есть такое твердое правило. Встал по утру, умылся, привел себя в порядок. И сразу приведи в порядок свою планету. Давайте следовать этой простой, но верной мысли. Редактор субтитров А.Семкин